Это тысячи и тысячи церквей. Это должна быть сеть церквей. И нам нужна сеть бизнесов. Царство и бизнес служения. Делайте свой бизнес, зарабатывайте деньги, получайте радость, но также будьте милостивыми и щедрыми в царстве. Чем более щедрыми вы являетесь, тем больше успеха получите. Это то, что я переживал всю свою жизнь. Значит, компания Caterpillar, которая делает вот эти... Экскаваторы, спасибо. Он был христианином. И есть одна картина. У них огромные вот эти ковши спереди стояли. И он стоял с таким вот совочком. Он говорит, чем больше я этим совочком жертвую в царство, тем больше вот эти совочки, которые за моей спиной. Ковши. Иногда я даже представить и даже объяснить не могу, как это все работает. Это вот секрет даяния десятины, который невозможно исполнить. Невозможно объяснить. Вы даете 10% и получаете больше. Бог благословляет. И это очень хорошо. Еще, 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 еще. Третья с конца, пожалуйста. 124-я картиночка. Это дальше, дальше там. Да. Итак, что мы думаем, это мы хотим видеть синк тэнкс. Значит, это тэнкс, значит, это синк тэнкс. Тэнк, это там, где топливо, топливный бак. Значит, это топливный бак мыслей. Девелопмент группы, окей? Разрабатывание. Есть мозги. И следующее. Это духовная сила внутри, мудрость. Она производит идеи и возможности. И реальные проекты. Дальше нам нужны финансы. Кто бы инвестировал в эти проекты, в эту группу. В эти идеи. В эти реальные проекты. Какие-то инвестиции они возвращаются. Или в следующие проекты. И на выходе мы получаем лидерские тренировки, обучения, здания, финансы, церкви и люди. Люди. И это все как кофточка и штаны. Люди бизнеса работают за царство. Не, назад, пожалуйста. Еще раз это все. А церковные насадители открыты для бизнес-людей. Потому что они не просто какие-то незнакомцы. Они часть служения. И вместе мы изменим страны. И будет больше силы. Больше возможностей. Больше ресурсов. Это будет очень классно. Да? И теперь идем обратно. 110 слайд. Очень хорошее видение. Вот это что было. Я вам скажу, что когда мы закончим, я хочу сделать все круто. и более интенсивно. Чтобы в какие-то дни было время сесть за маленькими столиками. Разрабатывать какие-то вещи. Молиться вместе. Слушать Господа. Привносить какие-то вещи. Осуществлять какие-то вещи. Итак, мы будем делать две вещи. Это будут семинары. Но после того, мы хотим делать круглый стол. Люди, которые реально хотят что-то начать. Или те, кто начали и хотят реально расти. Мы будем работать над инфраструктурой. Потому что я не могу вот прямо сейчас точно все сказать, но это наша цель. В этом круглом столе будут принимать участие шесть-восемь человек. И мы как бы работаем, начинаем, продвигаемся. Как домашняя группа. Для личного развития. Бизнес-группа. Для бизнес-развития. Мы хотим видеть плоды и результаты. Хорошо? Мы хотим видеть успешный бизнес. Потому что это все для царя. Аллелуи. Итак, ошибки. Если вы не совершаете ошибки, значит, вы не работаете над достаточно сложными проблемами. И это ошибка. Вы не делаете ошибок только тогда, когда все слишком просто. Когда вы растете, вы совершаете ошибки. Но ошибки имеют преимущества. В нашей компании есть одно предложение, даже в церкви тоже. Не боимся ошибок. Ошибки — это не проблема. Хорошо? Почему ошибки должны быть проблемой? Ошибка — это же просто ошибка. Не так уж плохо делать ошибки. Это показывает то, что ты находишься в процессе. Мы учимся на ошибках. Был один университет искусства. И у них были два студенческих клуба. В одном, значит, группа с двадцати студентов им была дана задача сделать идеальную вазочку. И у них там столько-то, столько-то времени на это задание дали. И, значит, в другой группе они должны были сделать сто вазочек. Вообще, все равно, какого качества. Но сделать сотню. И они начали проект. И та, которая идеальная группа, это им слишком вот так тяжело. Какова она должна быть? Что такое идеально вообще? Что имеется в виду? И они это все разрабатывали. И они что-то там подправляли. Но оно, в конце концов, не идеально было. А в другой группе они сделали одно, не так, второе, второе, третье, пятое. А нам все равно, мы сто ваз можем сделать. Но с семнадцатой вазы она была более идеальна, чем та, которую делали идеально. И они возрастали в опыте, чтобы делать реально хорошие вещи. Попытка-поражение, попытка-поражение, попытка-поражение. Итак. Мы также учимся, как не нужно делать, тогда, когда делаем ошибки. Это не тот путь. Вы знаете, вот есть такие пылесосы, Тайзер называются. Тайзен? Тайзен. Это самый огромный бренд пылесосов в мире. Мистер Тайзен купил для своей жены пылесос. И он говорит, это какой-то не очень хороший пылесос. И у него появилась идея, как его сделать лучше, как сделать идеальный пылесос. Мне кажется, что он купил 1572 пылесоса. Каждый день ходил везде, покупал пылесосы, где только мог. И он изучал их. И он работал над ними. Это стоило ему миллион фунтов стерлингов британских. Но с 1573 пылесоса это был прорыв. И сейчас он производитель лучший, самый ведущий, огромный. Было ли это ошибкой, первые пылесосы? Нет, это был процесс, это был путь к успеху. Знаете Kentucky Fried Chicken, KFC? Да, KFC все знают. Значит, босс KFC у него появилась идея, видение своего ресторана. Никто даже и слушать его не хотел. И он, значит, посещал, посещал другие места, другие кафе. Говорит, купите, купите мои вот эти крылышки. 110 ресторанов. За последние деньги он туда ходил. Он спал в машине, потому что денег не было. Значит, 1111 кафе, они сказали, да, почему нет? Давай, и началась история. Но когда было 110-е кафе, которое сказало ему, нет. Он уже столько научился из этого бизнеса. Как думают люди, что там, что, как разницу создавать. Следующее. Через совершение ошибок мы познаем больше себя самих. Вы думаете, о, слушай, классная вещь, а клиент говорит, это вообще не то. Вы учитесь, как делать, а как не надо делать. Хорошо? Вы начинаете определять, где ваш талант, а где нет таланта. Это помогает вам быть более точными. Хорошо? Без ошибок мы не могли бы проверить наши лимиты, наши рамки. Мы бы никогда не смели сделать хотя бы что-то, если бы боялись ошибок. Потому что, когда вы что-то пробуете, и это проваливается, вы знаете, где ваши пределы. Но если не попробуете, то и не узнаете. И еще одно преимущество. Мы легче прощаем ошибки, потому что сами совершаем ошибки. Если вы уверены в том, что вы сами делаете ошибки, вы более милостиво относитесь к ошибкам других людей. Хорошо? Вчера, когда я проповедовал, я поломал стаканчик. Он упал. Сегодня, возможно, кто-то принесет стаканчик, и он тоже упадет. Как ты мог? Мой стаканчик! Нет, я очень осторожен. Я вчера сам развалил стаканчик. Это делает вас более милостивым. Вы проявляете милость к людям. Немножко разряжается планшет. Можно, пожалуйста, каким-то образом обеспечить розеточку сюда? Хорошо. Нет прогресса? Спасибо, решили вопрос. Одесса power. Сила Одессы. Хорошо. Спасибо большое. Итак, без ошибок нет прогресса. Нет прогресса. Вы ничему не учите, когда вы не ошибаетесь. Я вам говорю, вы знаете чайные пакетики? Это было из ошибки. Это было из ошибки. Значит, продавец чая хотел отправлять вот такие маленькие пробнички, чтобы кто-то мог попробовать чай на вкус. И кто-то не понял. и взял ее в воду и выбросил. О, сработало! Вот, пожалуйста, чайные пакетики. Значит, эти, на палочке мороженка. Кто-то в Америке на веранде себе попивал апельсиновый сок. И потом палочка из дерева упала и так себе легонько встала в этой стаканчике. И его ошибка была в том, что он не убрал за собой. И была холодная ночь. На следующий день у него, вот, пожалуйста, мороженка на палочке появилась. Это его очень богатым сделало. Иногда, если вы не убираете в комнате, вы становитесь богатым. Нет, это, это, к сожалению, не так. Забудьте это. Все, забудьте это. Вырежите это потом из эфира. Вы знаете такие стикеры? Маленькие, желтые бумажки, которые можно отрывать и лепить везде. Да? Хорошо. Был один инженер в компании 3М. Это химическая компания. И им нужно было сделать клей. И они допустили ошибку. Они сделали очень глупо. А клей сделали очень слабым, извините. И они подумали, так, какой-то не очень хороший клей. Но что им нужно было сделать, спасибо. Что нужно было сделать, это им нужно было как бы хранить каждую свою ошибку. Вот этот мужчина, он пошел на сабонье в церковь. Это была церковь. У них книги. И он такие бумажки где-то там положил в эту книгу. Спасибо. Спасибо большое. В общем, он положил в эту книгу бумажки и у себя перед сиденьем поставил ее. Кто-то открыл дверь. И был как бы шторм, был ветер огромный. И его книга упала. И все вот эти бумаги повылетали. И он не знал, какой псалом дальше петь. И он подумал, слушай, что-то такое, что вот оно лепится, но не очень сильно. И он вспомнил, слушай, у меня в компании вот эта ошибка была с этим клеем. И он взял и налепил на бумагу этот клей. Это был прорыв. Скотч, для примеру. Рентген. Все это по ошибке совершилось. Микроволновая печь. Знаете, как микроволновку изобрели? Был инженер в лаборатории. И один из этих инженеров очень любил шоколад. В большинстве случаев нельзя кушать шоколад в лаборатории. А он так себе вот, значит, в халат положил шоколадку и пошел в лабораторию. Они там эксперименты проводили с микроволнами. И его шоколад, он расплавился прямо в кармане. И он такой, а что произошло? И они поняли, что вот эти волны, их можно использовать в готовке пищи. Много, много вещей, они произошли от ошибок. Итак, это все было. Вот это прекрасная картинка. Ошибки случаются, но они приносят вам новые идеи. Видите, он не нашел правильный способ выбраться, ну а теперь у него есть окошко такое приятное. Да? Круто? Хорошо. Страх перед ошибками, он парализует и заставляет человека стоять на месте. Иногда этот страх только у вас в голове. «Если бы я здесь сделал такой ряд кирпичей и ходил бы по кирпичам, каждый, в принципе, легко смог бы пройтись. Да? Но тот же самый ряд из кирпичей, подними его на 200 метров высоту, и вот так просто легенько никто бы не пошел. Потому что каковы мысли были бы в вашей голове? Я могу упасть. Но вы сейчас же не думаете, что можете упасть, когда по земле ступаете. Нет, сейчас это легко. Это то, именно страх убивает вас. Не бойтесь. Хорошо? Каждая пережитая ошибка увеличивает уверенность в себе. Вы учитесь, как справляться с ошибками, как делать дальше. И у каждого человека такое же право совершать ошибки. люди все равно любят вас, даже если вы ошибались. Когда вы ошибаетесь, вы думаете, слушай, меня больше никто не любит. Нет, это нормально. Хорошо? Хорошо? Мы иногда настолько неправильно мыслим о ошибках, некоторые из ошибок, я счастлив, что я допускал некоторые из моих ошибок. К примеру, какой-то новый работник приходит в нашу команду, Возможно, он работал на рабочем месте, он, значит, готовил машины. Он с другой компанией приехал, и, возможно, у него там были большие проблемы, когда он допускал ошибку. И сейчас он в нашей компании допускает ошибку, и что-то там сломалось. И это какие-то ущерб принесло. Мы говорим, слушай, спасибо, что ты нам сказал, что ты это сломал. Без проблем. Каждая ошибка, она в прошлом. Давай будем думать, как мы можем это сделать лучше в будущем. Один из наших сотрудников пришел, ему нужно было в машине подвернуть дырочку. Это было новосенькое Порше. И он немножечко ошибся. Он сделал дырку прямо в топливный бак. На дюсенькую просто из завода Порше приехала. Он пришел. Он говорит, я уничтожил новый Порше. Нет, ты не уничтожил, ты просто просверлил топливный бак всего лишь. Хорошо. И теперь все, вы мне уволите, говорит. Так зачем? Какая разница теперь? Ты, получается, уходишь с работы, а у меня теперь нет работника. Какова была причина, скажи мне? Он говорит, значит, сверло слишком длинное. Я говорю, слушай, следующий раз это опасное место. Возьми короче дрель. Сверло. И тогда этого не случится. Хорошо? Это то, что тебе придется научиться на будущее. Но злой я или не злой, это не исправит вот эту дырку в баке. Поэтому нам придется это все чинить. Но ты не специально, ты не саботер, который вот просверлил дырку и хихикает. Нет, ты просто как бы допустил ошибку. Каковы результаты? Я мог бы поступить так, чтобы мой сотрудник вот такой сгорбленный, скрюченный вышел и с осознанием своей вины. И это самое благоприятное условие для следующей ошибки. Или он может сказать себе, слушай, он меня простил. Значит, я на следующий раз постараюсь максимум, чтобы все было хорошо. И у меня мотивированный сотрудник получается. Почему ошибки прошлого должны демотивировать моих людей в будущем? Единственное, это когда у него характер был бы скверный. Он говорит, ой, босс, говорит бы он, мне нужно новое зеркало. Почему? На нем машина лежит. Потому что она упала из подъемника. он говорит, хорошо, какую машину я могу взять? Он не понимает, это тогда характер. Да? Проблемы, если так спрашивают. И тогда нужно разбираться с характером. Потому что он просто не понимает, в чем дело, что это стоило нам денег. Но когда люди понимают, что они совершили ошибку, и это было неправильно, мне не нужно опять напоминать человеку об этом. Он говорит, извините, я просверлил топливный бак в Порше. Мне не нужно говорить, ты что не понял, что это плохо. Ты знаешь, что это новая машина? Да. Ты знаешь, что это плохо? Ты знаешь, что это нам денег стоит? Да. Это просто жалкая трата времени. Когда он сам понимает, что он сделал что-то плохое, то освободите человека от вины. Да? И я сказал, нет страха перед ошибками. Теперь я в Киеве. Я не в офисе. И они там контракты, подписывают, все вот это дело. Я им сказал, даже если вы неправильные вещи сделаете, я за вас на вашей стороне стою. Я не убью вас. Знаете, что они там делают? Они ходят без страха и не падают по кирпичной кладке. они думают, ну, никаких ошибок, все нормально. Они могут сделать что-то не так, но у меня массенький процент этих ошибок. А при том, что у нас есть большая свобода и доверие. они могут сказать, ну, как бы, ничего страшного, ошибки есть ошибки. Все нормально. Это все было про ошибки, запомните, очень важно. Потому что в компаниях это реальное дело. Вот это плохо, вот это неправильно, много вещей делаются неправильно. И это показывает людей. Я лучше всех. А вы ничто. Это не взращивает людей. И самый большой вызов в моей компании был следующим. Я начал сам. Приходили ко мне клиенты. Они хотели ко мне приходить. Я был хорошим учителем вождения. Они хотели вот именно со мной лично ездить. Но их было столько, я не мог сам ездить. Я потом начал нанимать других людей. Я знал, возможно, они не настолько хороши, как я, но мне нужно их взрастить, доверять, сделать их сильными, дать им возможность ошибаться. Если нет, я тогда буду работать до смерти и не смогу увеличить свой бизнес. Итак, я делегировал, делегировал, дальше мы росли и так дальше. И это все росло. Сейчас у меня просто уйма хороших, классных работников. Они делают свою работу. они делают ее с радостью. И это очень хорошо. Это для меня расслабляюще. Я думал об этом. Большой босс, большой компании. У меня там 20, 30, 40 компаний. А в этих боссах, да, у них есть время играть в гольф. Я думал себе, чем они вообще занимаются? Они делегируют. Делегирование значит, я из своей руки даю власть и ты можешь принимать решение. Да? Возможно, они по-другому что-то будут делать. Но они это делают. Когда я прихожу на рабочее место, я говорю, о, слушай, новые инструменты у нас. У нас новая вообще вся система инструментов. Сначала у нас было одно, теперь у нас, значит, этот Бош. Я говорю, о, прикольно, вы изменили бренд. Да, потому что это больше дает как бы свободы в работе. Я был счастлив. Потому что они взяли инициативу. Да? Они подумали, значит, что нам нужно изменить? Что добавить, чтобы лучше делать работу? И они были счастливы, потому что это их решение, и оно принесло плоды. Аллилуйя. Это хорошо. Итак, одна вещь про деньги. Если что-то стоит 1000 евро, 1000 долларов, и она на продажу для 750, вы решите урок на счет денег. Если что-то стоит 1000 долларов, и оно по скидке продается за 750, и вы принимаете решение быстро на эмоциях это купить, вы не сэкономили 250 долларов, вы потратили 750. Да? Поэтому будьте мудрыми в том, что вы делаете. Один был мужчина. Он работал на заводе. И в большинстве случаев он ездил на автобусе. Значит, автобус стоил полтора доллара. Но он постоянно опаздывал, и он не успевал на автобусе. Поэтому он бежал, бежал постоянно за автобусом. Он приходил домой и говорит своей жене, слушай, дорогая, я пропустил автобус, но я заработал полтора доллара, сохранил их. Она говорит, ты дурак. Если бы ты бежал не за автобусом и за такси, ты бы заработал двадцать долларов. Да, это бессмысленно. Что я хотел сказать, это следующее. Нам нужно иметь правильный фокус, потому что не все, что дешево, это нужно покупать. Да? Это важно. Окей. Итак, следующее. Сделайте список. Вот вы видите здесь, да? Десять так и девять так. Десять столбцов, девять рядов. Стоп, стоп, стоп. Вот такую сеточку. Окей? Да. Есть? Есть? Есть 10 или 9? Я не знаю. Какое большое. Один, два, три, четырех, пять, стоять, девять, девять. Один. Один. Один, два, три, четырех, пять, six, семь, девять. Я не художник, вы можете это увидеть. Хорошо. Итак. За каждый год, который вы прожили, поставьте хрестик. Двадцать пять лет там, или сколько вам? Да. И потом. За каждый час, который вы спите ночью, два хрестика. Если вы восемь часов спите, это значит еще шестнадцать хрестиков. Если спите шесть часов, значит двенадцать хрестиков. За каждый час сна ночью один хрестик. За каждых два часа. Нет, за каждый один час два хрестика. Если вы пьете алкоголь стакан в день, тогда тоже хрестик. Если не занимаетесь спортом, три хрестика. Если раз в неделю занимаетесь спортом, тогда два хрестика. Если два раза в неделю спорт, один хрестик. Если три раза в неделю, никаких хрестиков. За каждую пачку сигарет в день два хрестика. И так дальше. Итак, у вас есть определенное количество крестиков здесь, да? Сколько-то там. Последние десять, пожалуйста, зачеркните так же. Здесь девяносто клеточек. Приблизительно наше время жизни. В последние десять лет, возможно, вам никак не очень хочется там что-то чем-то заниматься, силы нет особенной, да? Я не знаю, где вы находитесь, но Вот это то место, которое у вас есть в распоряжении. Возможно, такое, какое бы ни было. Да? Это жизнь, которая нам доступна. И вам нужно об этом подумать. Задуматься, что вы делаете со своей жизнью. Некоторых людей шокирует эта вещь. Боже, у меня пятнадцать лет. Или двадцать. Неважно. Используйте это. Используйте это. Сделайте это лучшими двадцатью годами вашей жизни. Мистер Кентакки Фрай Чикен. Ему было семьдесят лет приблизительно, да? Когда он начал использовать свою жизнь и начал свою компанию. Используйте это. Вы можете все. Один из родственников сказал мне, О, тебе пятьдесят пять. Ты должен подумать про пенсию. Я сказал, нет, ты что? Ты меня не остановишь. Я вам обещаю. Господь меня восстанавливает и восстанавливает последние годы. Я никогда не был настолько здравым, как вот в семнадцать лет. Я все болезни потерял по пути. За последние два года я почти шестьдесят килограмм потерял за последние два года. У меня новая жизнь. И я теперь должен останавливаться никогда. Лучше умереть в служении, чем в санатории. Да? Единственный вопрос я задал своей жене. Я хочу умереть рука об руку с тобой. Вместе просто в небеса. Да. Это было бы классно. Я никогда не остановлюсь. У нас есть планы большие. Мы хотим видеть пробуждение. И мы знаем, мы не достигнем всех целей, которые мы хотим достичь. Но нам нужно подготовить много-много для людей, чтобы они это делали. Мне нравится быть, как Иосиф. Он говорит, когда вы войдете в обетованную землю, возьмите хоть кости мои туда с собой. Да. Если я умру, нам нужен будет гроб, который огнеупорный. Потому что во мне страсть за пробуждением горит. Аллилуйя. Аллилуйя. Она не остановится никогда. Да. Я хочу увидеть пробуждение. Я никогда не встамся. Я буду молиться за это. Сорока лет я каждый день молюсь за пробуждение. Я хочу видеть это. Зачем мне останавливаться? Я скажу, что наше насаждение церкви. Ему уже 19 лет. Он, человек, много церквей насадил. И он ослеп. И его сын и его внук, они вели церкви. Это было в Канаде, и он сказал, он сказал, дайте мне молодого мальчика. Они говорят, зачем? Говорит, я хочу насаждать церковь. Но ты же слепой. Говорит, вот поэтому мне и нужен мальчик. Он может смотреть, а я буду проповедовать. И они взяли это. Полетели на самолете в маленький город. В Канаде проходили из дома в дом. И насадили церковь. Два, сколько? 90 лет. Аллилуйя. У него есть огонь. В нашей церкви есть женщина. Ей было 101 год. Она была на собрании. И она пришла. Пожалуйста, помолите за меня. Я был настолько глуп. Я говорю, а где вам болит? Она говорит, Слушай, мальчик. Мне болит везде. Говорит, мне 100 лет. Что ты думаешь? Мне все равно на боль, она говорит. Я хочу покаяться. Я слишком много решала кроссворды. И это отобрало мое время у Иисуса. А второе. Помолись за мою духовную силу. Потому что в моем санатории есть люди, которым нужен Иисус. Она сказала, я хочу тебе сказать кое-что. За последнюю неделю кто-то был там, значит, в инвалидной коляске. Я молилась, я вытащила его с коляске. И сейчас он может ходить. Мне нужна больше силы. Аллилуйя. 101 год. Она пошла в 103 года к Господу. Просто в огне. Хорошо, следующее. Что вы видите здесь? Просто подумайте. Не говорите. Подумайте. Что вы видите? Цель. Что еще? Что еще? What? Сид. Сид. Сид, huh? Paper. Paper? Paper sheet. Point. What? Church maybe. Aha. What? Pill. Pill? Mm-hmm. Point. Ah, point. And pill. Mm-hmm. Not that way. One, like one in whole. Aha, one in whole. So I think you have a good mindset. You have a good mindset. You have a good mindset. So, if you would be chairman, you would say, there is a point on the paper. Точка на бумаге. Who made it? Who made it? Who is a point on the paper? Why is a point on the paper? Why is a point on the paper? Why is a point on the paper? And you can start a philosophic group about this point. And you can start a philosophic group about this point. But there is just a point on the paper. 95% of this paper is a blank sheet. White. 95% of this paper are a white blank sheet. 95% of this paper are a white blank sheet. Sometimes you see one small problem. And we say we cannot use this paper. And we say we cannot use this paper. All, list is spoiled, you have all the paper left. You have all the paper left. Okay. Не думайте в себе, что если есть какое-то препятствие или что угодно, вы не сможете жить вашу жизнь. Это важно. Дальше идем, следующее. Начните и начните сейчас. Через один месяц от данного момента, вы или будете иметь месяц прогресса, или вы будете иметь месяц оправданий, почему ничего не было сделано. Хорошо? Начните сейчас же. Измените свои молитвы. Измените свои ожидания. Создайте видение. Запишите видение на своем зеркале. Скажите, Господь, я здесь. Я скажу вам. Было одно место описания. Там написано. Господь сказал, Я просмотрел всю страну, но я не увидел никого, кто бы выступил и взялся за эту страну. Это меня так коснулось за мою страну. Я сказал, Господь, Я не хочу, чтобы ты никого не нашел, кто бы встал в защиту своей страны. Я поехал 300 километров до самой высокой горы. Взял, значит, поезд на вершину, потом нас там по подъемникам и поднимали, потом я шел пешком аж на самую вершину. Я был там на вершине. Я сказал, Господь, Я здесь, на самой высокой точке нашей страны. И если я здесь стою, Ты не можешь сказать, что ты не видел никого, кто станет и будет смотреть. Я здесь стою. Я прошу про пробуждение. Не забудь нашу страну, Господь. Измени нашу страну. Я был один. Но я сказал, Ты не можешь больше так говорить. Вы можете стать, где вы есть, в прологе за свою страну. Сделайте это. Просто сделайте это. Следующий пункт. Прошлое — это история. Завтра — это будущее. А сегодня — это сейчас. Сделайте сейчас. Хорошо? Итак, это важно. Это вещь. Опять-таки. Следующий. Иакова 1.5. Хорошо? Кому же из вас не достает мудрости? Вы должны спрашивать у Бога, который дает щедро всем, без того, чтобы искать у вас какие-то ошибки. И вам будет дано. Бог ожидает инвестировать в вас в вашу жизнь. У него вся мудрость. Помните эту картину. У него вся мудрость. И он даст вам от своей мудрости с радостью. Он даст вам, радуясь этому. Когда у вас полный холодильник. И ваш сын или дочка говорит, слушай, я голоден. А у вас полный холодильник. И вы говорите, слушай, у меня для тебя такие вкусняшки есть. Это радость от своей богатства дать ребенку. И Господь даст вам по богатству своему. Он отец, он любит вас. Аллилуйя. И так, когда говорят мне, о, нету там достаточно времени. У вас есть достаточно времени. 168 часов в неделе. 40 часов мы работаем. 7 часов кто-то там ходит в спортзал. 56 часов люди спят. У вас остается в среднем 65 часов, чтобы жить. Хорошо? А если вы не ходите в спортзал, значит 72 часа. Когда вы не спите, еще чуть-чуть больше, да? Какая разница? Вы имеете время. У нас у всех одинаковое количество. Вопрос в том, каким образом мы это время используем. И я надеюсь, я надеюсь, что я смог каким-то образом повлиять на ваше мышление, чтобы вы взяли, приняли ответственность, чтобы вы вышли и сказали, я никто. И сказали, Я кто-то, кто встретил Господа и кто-то может изменять мир. Вы сказали, я тот, кто встретил Господа и способен изменить мир. насколько большой тот мир, который вы сможете изменить, это многого зависит, но вы сможете внести изменения там, где вы есть. Когда моя трехлетняя доченька, которая пришла к Господу, она могла проповедовать шестилеткам, когда она в девять лет была способна пойти к директору школы и сказать, почему здесь никто не молится. И она начала кружок молитвы в девять лет в школе, куда пришли 27 учеников регулярно, дважды в неделю, чтобы молиться с девятилетним лидером. Вы можете сделать все, что угодно. И это изменяется, когда вы молитесь. Вы можете провозглашать вещи в реальность. Вы можете делать это, потому что вы сыновья и дочери живого Бога. И последняя картиночка. Не последняя. Дальше. Вот. Это поезд мечты. Мы хотим сделать станции мечты. Это то, о чем мы мечтаем. Там, где можно мечтать. Я собрал людей в своей церкви. Я сказал, все, кто имеет мечты, приглашены. Вы можете рассказать, в чем ваше желание. Много людей пришло. Они говорили о своих мечтах. Мы сказали, хорошо, каким образом мы можем помочь, чтобы твоя мечта воплотилась? Да? Начните взращивать команды для мечты. Мы сказали, что одно правило. Соберите пять человек. Если вы не найдете четырех человек, которые за вами пойдут, никто за вами не пойдет. Нужно пять человек, потому что со временем двое отвалятся, и три останутся. Да? Это нормально. Итак. И они начинают. Один говорит, хорошо, я хочу сделать, значит, группу из детей. Поставление. Делайте. Используйте то, что Бог дал вам. И это помогло. Помогло увеличивать. И даже в бизнесе. Мечтайте. И мы надеемся, что что-то начнет воплощаться. Но для этого нужно обучение, водительство, и другие вещи. Мы сейчас работаем над системой, которая поможет людям воплощать в реальность их мечты, и так дальше. Но главное, вы должны работать над собой и над своим видением. Тогда вы сможете получить поддержку, наставничество и все остальное. Да? Но строить бизнес это как бы... Это как вот гонщего пса охотничьего привести к успеху. Это не просто как ты несешь собаку в лес. Мы не можем сказать, хорошо, нам ничего делать не надо. Нет. Вы берете свое видение, становитесь, молитесь, вы развиваете свои мечты, вы себя подготавливаете. и потом мы смотрим, как можно этому помочь, поддержать это. Да? Пытайтесь умножаться. Я делал это с бизнес-группами. Я дал каждому 5 евро. Я сказал, хорошо, через 2 недели встречаемся опять. Умножьте. Что угодно сделайте, чтобы с 5 евро что-то лучшее случилось. И через 2 недели я забираю 5 евро, а остаток вы можете забрать себе. Это интересно. Люди в 2 раза 30-40 евро делали из 5. Потому что они начинали креативить, что-то придумывать, и они мне отдают 5 евро. Слова Господу. И потом я могу это все собрать и подарить тому, кто умножился больше всего. Классно? Вы можете сами себе дать эти 5 евро. 200 гривен. Это вот мое семя. Я беру это семя. И я буду с ним что-то делать, чтобы оно увеличивалось. Да? Скажите, Господь, дай мне креативность. Это самые первые шаги для бизнеса. Это очень практично. И это вам ничего не стоит. Да? И хорошо, значит, Господь, что мне сделать? Вы идете на улицу. Вы видите какую-то женщину, которая скрючена и идет едва. И вы, значит, ей помогаете эти сумки донести домой. И спрашиваете, хорошо, можно я вам куплю что-то? И вы там немножечко денег зарабатываете или что-то другое. Вы, если ожидаете, что вы станете креативным, вы будете становиться таковым. Вот эти пять евро, они создают проблемы для людей. Я уже не могу вернуться через две недели, и у меня ничего нет. Кто-то не мог спать вообще. Каким же образом мне умножиться? Но все умножили деньги, которые им были даны. Это потенциал. Спасибо огромное. Слава Господу. Давайте помолимся. Пожалуйста. Продолжение следует...